всем доброго вечера итак открываем новую серию видео лекции мистика у колдуна еремы дело в том что зрители отправили столько мистических историй связанные с с духами привидениями призраками что пришлось снимать огромное количество видеороликов встречи с духами мистика у камина встречи с призраками у кота бегемота мистические истории огромное количество я вам рекомендую их прослушать потому что там не просто истории во первых там реальные истории жизни и мое объяснение и очень много связанное с похоронными традициями я думаю что вы для себя сделаете выводы для себя узнать очень много нужного полезного интересного что вам жизни поможет тем людям которые хотят отправить свои мистические истории отправляйте я не но в будние дни и но сегодня не стоит сегодня все таки праздник хотя и не праздную но все равно дайте отдых человеку она и так очень много делает особенно для ребят отправляет постоянно и поэтому у него правда нет времени в будние дни до 10 вечера и напишите не голосовой а именно текст там мистические истории насчет мистических историй естественно здоровайтесь по-человечески потому что тоже очень важно отношение к людям правда насчет результатов полученные от ритуалов можно голосовые но тоже пишите что это результаты проделанные работы она их не прослушивает она их кидает просто форму даже я не прослушиваю отправляю иногда анюта делает клипы даже я их не слушаю не нет времени ну и чтобы там не было в любом случае знаете как бы сказать все должно быть естественно и там всякое бывает и бывает что не очень по теме ну так попалось как бы не прослушали но ничего страшного я я я не не знаю навряд ли я повторюсь здесь потому что я прочитанные мистические истории обычно подчеркиваю я отдельно сохраняю была огромная папка еще с прошлого года до сих пор снимаю и новые старые я уже запуталась и те которые недавно отправляли как бы и те которые может год назад отправляли ждут люди еще пока не слышали эту историю но их огромное количество я даже не знаю может быть за 100 уже перешло этих роликов мистические истории за эти годы сколько я рассказала все о смерти это значит царство смерти значит традиции похорон что есть еще ну огромное количество и работ да кстати о смерти если у вас есть эти вопросы о мире духов вы сначала прослушайте эти лекции если там не найдете ответ на свой вопрос то отправляйте я не я и эту серию роликов вас обновлю опять буду снимать дальше продолжать объяснять и говорить это неисчерпаемая тема и говорила и повторяюсь что главная задача вообще разумного человека человека у которого широкий кругозор знаний главная задача это упорядочить в голове человека и то есть всю информацию и дать ясные четкие логические ответы на все вопросы которые возникают потом смотрите древо дьявола древо богов и дьявола древо бесов что еще устройство мироздания полное объяснение ты раб или свободный далее плата за удачу что еще ну огромное количество у вас прояснение в голове произойдет и вы просто очень многое поймете для себя то о чем вы нигде не могли знать и смотреть и как бы не брали мои лекции не переделывали не пытались выдать за свои знания получается это очень с трудом и так знаете хромает потому что когда это не твое сколько угодно можешь конспектировать это все равно будет фальшиво звучать итак начнем здравствуйте яна по просьбе по просьбе уважаемые инги ну не очень правильно написано это не просьба это предложение если у кого то есть такие истории можете написать просьба это у вас это вы просите прояснить объяснить надо правильно выставлять приоритеты это нужно в будущем чтобы уметь правильно общаться с людьми кто просит а кто предлагает понимаете ну хорошо проехали мой брат погиб в 2005 году в октябре 13 не очень правильно написано незадолго до дня рождения когда ждали дня похорон ночью я проснулась от того что кто-то таскает а касается моих губ ощущение шарика воздушного когда надуваешь и такое чувство что из шарика в меня вошел воздух то есть в рот и до сердца прошло немало времени в декабре я познакомилась с будущим мужем и в марте забеременела но у меня после операции по гинекологии не могло быть уже детей много лет так и было а тут чудо когда родился сын в 2006 ночью я проснулась от того что почувствовала присутствие кого-то возле кроватки сыночка я увидела дедушку и прадедушку их нет в живых по мужа линии они мне как будто говорят ты нас не бойся мы пришли посмотреть на своего внучка начнем с того что ваш брат погиб незадолго до дня рождения вот почему я говорю что день рождения праздновать нельзя это обнуление судьбы то день когда вы родились то день обнуляется не то что вы начинаете с нуля свою жизнь но это один день обнуления дальше продолжается как ни в чем не бывало дальше живете все это ваше все это обратно возвращается но день рождения это самый опасный день в жизни человека когда дают ритуалы в день рождения есть такие ритуалы которые защитные именно в день своего рождения может мать читать для ребенка я как-то это давала по-моему в книге но как защитные не более того больше всего людей умирает ближе к своему дню рождения на 10 там дней после своего дня рождения может 10 дней и в день своего рождения больше всего людей именно в это время в этот период уходит из жизни то есть даже если они старые люди это приходится на их день рождения очень часто мы слышим вот не дожил до своего дня рождения там буквально несколько дней да и так далее вот было бы ему там 100 лет а он ушел ближе к этому времени чаще всего ходят люди теперь что это было когда вы почувствовали что вас поцеловали это могло быть прощание вашего брата он с вами попрощался и ушел теперь почему вы родили ребенка хотя вам говорили что значит была операция и вы не могли иметь детей ну как врачи сказали дело в том что мужчина из вашей семьи ушел и по сути остановился род продолжение рода скорее всего вы и брат были но его уже нет и когда он ушел он как бы как вам сказать вселенная поменяла местами она взяла его жизнь но взамен отдала вам ребенка он не родился у вас как ваш брат как некоторые там товарищи любят говорить вот мой дед родился у меня мой брат родился нет такого но скорее всего он уйдя туда просто отдал вместо вас вот вместо этого ребенка он себя отдал для того чтобы он появился потому что иначе бы ваш род прорвался у него уже нет детей скорее всего и взамен его вместо него отправили отправили вашу жизнь вашего сына то есть дали продолжение вашему роду итак далее что пришли дедушка и прадедушка такой может быть такие рассказы подобные я часто слышала что после рождения ребенка особенно если ребенок такой особенный когда врачи не дают никаких гарантии что можно родить когда поздний ребенок приходит смотреть они радуются радуются потому что видят продолжение их рода так здравствуйте уважаемые инга благодарю за то что нашли время на очень животрепещущую для меня тему с 8 апреля прошлого года погиб мой сыночек он попал с рыболов а пропал с рыболовского судна за ответ на вопрос что случилось с моим мальчиком вы сказали что скорее всего его убили тело моего ребенка так и не нашли мы не смогли его достойно проводить последний путь осмотрев большое количество ваших лекций понимая что возможно душа моего мальчика осталась неупокоенной так как пока мы его мы не наказали виновных его смерти но благодаря вашим ритуалам как мне кажется мы разбросываем текст медленно но верно идем к своей цели за все время как Костика нет он снился мне мужу всего несколько раз первый раз после 40 дней Костя был очень счастливым радостным и вернулся домой я плакала и он мне говорил мам не плачь я же вернулся больше всего Костя снится моему младшему брату а своему младшему брату причем очень реально однажды так что мой младшенький проспасть идет искать брата совсем недавно после годовщины его гибели Костя приснился нам всем с разницей в день причем всем нам он приснился в одной и той же одежде мужу, сыну и как будто он вернулся домой на вопрос где же он был пока мы тут с ума не сошли он ответил что отдыхал только мне приснился в каком-то незнакомом высоком доме обстановка была совершенно незнакома сын когда-то собирался со своим любимым куда-то собирался со своим любимым рюкзаком когда он вышел из этого дома я сверху смотрела на него под окном стоял автомобиль опять же не наш Костя что-то взял из него я ему сказала сынок принеси мне ключи но он сказал что торопится бросил ключи в машину и ушел пожалуйста помогите понять что происходит с душой моего сына успокоилась его душа или нет какое памятное место можно делать для его души где сейчас находится его душа что нужно сделать чтобы душа нашего Константина нашла покой я конечно конечно часто зажигаю свечу рядом с портретом ставлю рюмку коньяка водки и так далее и так далее очень надеюсь что когда-нибудь встречусь там и очень скучаю по сыну тяжело осознавать что в мире есть люди способные на убийство первое как наказать их у меня есть наказание для душегуба по-моему я так назвала найдите на моем канале их несколько но несколько месяцев назад я выставляла проведите несколько раз и вы сами узнаете вам скажут кто из них погиб это первое почему убили вашего сына потому что он видел воровство которое там происходит он был свидетелем этого воровства и от него избавились нет он не сказал что он пойдет в милицию кому-то заявит и так далее но у них там целая шайка банда и там есть незаконный улов и есть еще перевоз кое-чего незаконного запретного и он сказал что на один раз ничего говорить не будет но в следующий раз чтобы такой груз больше не брали не смели этого делать пообещали больше этого не делать а потом его вероломно убили и кинули в море вот поэтому ваш сын погиб в моей жизни были случаи когда пришли ко мне женщина парень молодой друг его мать ну то есть они подруги а это сын одной подруги другой сын погиб они вместе пошли куда-то с большой компанией и по утверждению там нескольких человек этот парень пошел в лес якобы там пропал а потом его нашли убитого задушили задушили судмедэкспертиза доказала что его задушили сзади и когда они сидели я рассказывала я сказала как это произошло я видела как поменялся в лице этот мальчик я ему обращаюсь к нему и говорю ну что Алексей будешь рассказывать или нет у тебя совесть есть эта женщина тебя практически за сына считает и вы вместе выросли она действительно нянчила с ним ну они подруги с малых лет практически одно время родили и он там нет 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 я говорю то что он вам сейчас расскажет это должно остаться между вами потому что если узнают что он вам сказал его тоже убьют там были замешанные сыновья больших шишек он видел как его убивают он там не участвовал но он видел он испугался выйти ему помочь потому что их там было много и они убили его потому как он тоже увидел нечто нечто нехорошее что они делали ну такое мужчина с мужчиной несколько человек то есть они вот так клуб любителей извращенцев и когда он это увидел он обомлел он пришел в шок в ярость что они значит они для чего-то уединяются а для прикрытия пришли большой компании он разозлился и они его там задушили и этот Алексей все видел но как он там выдержал делая вид что он ничего не знает это наверное дело его совести страх взял верх и он не мог рассказать он не мог ничего говорить а эти мальчики один сын прокурора был другой сын какого-то там начальника ГАИ еще там рыбоохраны короче вот таких вот людей и поэтому бесполезно было против них переть по судебной системе тем более матья одного из этих мальчиков сама судья была мы их наказали да их нету никого из них нету живых а отец потом одного из них нашел какие-то документы ну в общем фотографии где-то в архиве закрытом они же любят так потом любоваться своими извращенными кадрами и у него сердцем стало плохо он в больнице умер уж точно не помню кто из них там то ли начальник рыбоохраны то ли еще кто-то в общем один из них и вот так вот этот срам стал известен но про убийство этого парня так ничего и не сказали я думаю догадались но просто не сказали так вот я о том что нам настолько подробно это виднеется что если бы те люди которые это сделали сейчас меня услышали они они бы наверное подумали что я откуда-то узнала от кого-то так мне часто говорили ты от кого-то узнала ты кого-то знаешь у нас есть какие-то общие друзья скорее всего кто-то тебе сказал ну потому что люди привыкшие что там вот какие-то там хлопоты пиковые тузовые ну дальше этого не идет ничего и поэтому они привыкшие к этому кстати давно не проводила ясновидение может быть даже выберу несколько человек и проведу и поскольку они к этому привыкшие ну как бы сказать не ожидают такие подробности а я вам говорю и вы можете быть уверены что это так и было так и есть вы к сожалению ничего не докажете версии были разные то покончил с собой то подскользнулся то пропал не знаем что случилось теперь что касаемо его души его душа здесь когда человек после смерти часто снится значит он не нашел покой если он снится иногда предупреждает да ему дают оттуда такую привилегию он приходит из своих родных близких предупреждает если он снится постоянно он не нашел покоя он на земле он здесь рядом с вами вы может быть даже чувствуете его запах дома запах его духов там туалетной воды запах его шампуня вы должны жить если вы хотите своего сына увидеть после своей смерти вы обязаны жить до последней секунды вашей жизни если вы что-то задумаете собой сделать вы будете в ином мире вы не сможете с ним увидеться многие родители только из-за этого и живут понимая что жизнь временна она быстро пролетает а там вечность и если они не доживут до последней секунды свой день они могут своего погибшего ребенка не увидеть теперь теперь да он будет ждать мести и месть последует далее он сам придет с вами попрощается что касается того что мы не похоронили поэтому он не упокоен понимаете дело не в том как вам сказать чтобы тело предали земле не в этом состоит упокоенность а в том когда душа человека завершает все свои дела земные а он не завершил его насильно отправили туда раньше времени и второй момент когда вы проводите все эти ритуалы и обряды которые нужны чтобы отправить душу на упокой вы думаете откуда олимпийские игры олимпийские игры организовывали в честь павших или умерших цезарей чтобы дать им эту энергию вот игра это энергия чтобы дать ему эту энергию подняться для чего все эти похоронные процессии для чего это прощание цветы для чего эти иногда с музыкой провожают свечи зажигают этот плач разговор это все энергия которая помогает душе подняться и уйти и именно поэтому даже если его тела нет но все эти похоронные мероприятия выполнены его душа уйдет напишите мне я вам объясню что и как делать хорошо я вам скажу как отпустить его душу напишите напишите мне завтра скажите насчет чего но если вы не увидите этот ролик сразу напишите когда увидите его тела вы не найдете его тела уже нет его душа рядом его душу надо отпустить быть быть может я попытаюсь войти с ним в этот контакт связь и попросить и отпустить его душу может быть что-то дам вам сделать но душу его надо отпускать если человек утонул ну или человек остался в воде то лучше эти все манипуляции проводить с водой с рекой но вам надо будет немного подождать чтобы река растаяла и тогда я вам объясню что надо делать потому что воды они едины и вот эту энергию передать своему сыну через воду поскольку он в воде остался вы должны жить и исполнить все его мечты вот о чем он мечтал и не смог достиг достигнуть он это все получит через вас вот почему некоторые женщины после смерти сыновей у них как такая львиная сила появляется они начинают благотворительностью заниматься они начинают ездить путешествовать по всем странам что-то фотографировать какие-то выставки организовать в них что-то появляется такое это все желание вашего ребенка насколько ваша связь с ним была сильна настолько он через вас через вашу энергию он не будет внутри вас жить он не не будет обитать внутри вас это уже подселение он не сможет это сделать ему это не нужно и вам тоже но он рядом будет стоять и через вас будет это все забирать я знала мать которая не любила рыбу вообще терпеть не могла но сын очень любил и после гибели сына ей захотелось есть рыбу она говорит я каждый день покупаю варю готовлю как он любил и ем такое ощущение как будто он через меня вот эту энергию этой пищи этой еды принимает так делали готовили любимую пищу родных ушедших почему говорят вот он яблоки любил надо ему на кладбище яблоки отнести и так далее помогали мертвой душе с этой земли получить максимальное что возможно то что он хотел бы но не смог через вас он будет смотреть понимаете один из наших дедушек деда двоюродный брат он был при смерти его сын ездил в западную Армению которая сейчас находится в Турции и он поехал в город они откуда они родом двоюродный брат имеется ввиду что там тетка была замужем не наша родня наша родня из Карса он поехал в город они вернулся внук и привез там деду значит камень оттуда землю он взял так этими дрожащими руками прижал к себе и потом поднялся и поцеловал глаза внука он сказал через твои глаза пусть и мне это все покажется я целую глаза которые видели наш дом понимаете вот через нас наши деды прадеды наши ушедшие недавно родственники они получают из этого мира то что хотели бы но не смогли не успели отсюда и привычки которые передаются привычки не просто так передаются привычки передаются нам от наших предков для того чтобы мы удовлетворяли их потребность в пище в прогулках в чем вот то что любил там мой дед например мне тоже нравится у меня его характер его характер и его матери они вообще похожи были между собой прабабушки мои вот я надеюсь что ответила на ваш вопрос но напишите мне я вам объясню как и наказать убить и как отпустить своего сына на покой ему нужно уйти но он не может уйти вот понимаете как христианство оно на самом деле ничего нового не придумало что такое храмы это наследники капищ что такое капище что такое места силы это порталы то есть двери греческое слово порту ворота определенные места куда веками стекалась сила людей энергия людей люди приходили туда приносили откупы приносили жертвы оно стекалось веками туда собиралось и образовалось вот такое энергетически сильное место портал дверь в иной мир иное измерение поэтому у людей есть потребность например пойти в храм хотя те храмы которые сейчас они больше подавляют и больше внушают что мы должны умереть только там все будет хорошо чем дают надежду но в любом случае человек стремится к этим местам потому что это двери двери в потусторонний мир боги обитают везде и вся природа и храм но определенные места это порталы я к тому что сколько бы мы не хотели да обычный человек сколько бы ни делал определенные ритуалы и прочее но когда берется ведьма за это все она вообще узнает о несправедливости уже справедливость начинает наступать потому что она сама по себе проводник она как тот самый портал воротов потусторонний мир и все что вокруг нее это связь с миром духов и через нее мир духов слышит быстрее чем обычный человек вот для чего нужны были посредники да между богами и людьми не нужны посредники в том смысле что боги и так услышат но пока твоя энергия привыкнет к этому божеству пока это божество обратит на тебя внимание пока он станет тебя слушать покровительствовать помогать жрецы уже всю свою жизнь служившие они уже знают их и их знают боги боги всех нас знают но есть определенные люди которые особенные для них то есть они через этого человека все делают значит через этого человека быстрее это все уходит это все равно как знаете как вам сказать грубый пример к врачу через знакомого идешь он назначает вот вас только-то выходит медсестра вас зовет все там недовольные назначено вот человеку проходите почему потому что твой знакомый попросил а остальные пусть подождут пока потому что у них нет таких связей понимаете о чем я говорю поэтому одно дело когда вы читаете другое когда я за это возьмусь напишите так я вам пример приведу я в сообществе показала но вырезала конечно фотографию ребенка не буду показывать человек мне написал он из-за ранения был в госпитале и узнав что случилось с сыном поспешил туда ну мы знаем прекрасно как мужчины трепетно относятся вообще ко всему что связано с детьми они могут быть очень сильные мужественные но когда видят своего ребенка в таком состоянии теряются не знают что делать и вот такой же мужественный человек офицер который с госпиталя забыв про свое ранение поспешил домой чтобы узнать что происходит с ребенком 5 лет мальчик вот кость торчит не буду я эту фотографию естественно показывать он звонил понимаете прям голос плакать хочется человеку до такой степени взволнованный я его конечно успокоила я говорю дайте мне фотографию скажите там имя и так далее и он мне отправил ужасающая рана если я не показывала она говорит какой ужас как он умудрился на что-то упал острое напоролся прям до кости и не заживает уже сколько дней поэтому они были в тревоге позвонили думали уже может в Москву отвезти сами понимаете заражение кровью может произойти и вот говорит врачи разводят руками нет у меня уже сил не знаю что делать почти половину кости уже отрезали такой тупик я говорит армии командую а пацану помочь не могу я говорю я вас понимаю но надо собираться силами не переживайте вот написала человек написал я говорю возьмите себя в руки вам надо быть сильным и особенно в это трудное время все проходит если уж проходит плохое тем более то есть хорошее а плохое тем более проходит так что дайте мне говорю фотографии вашего ребенка напишите мне его данные и через несколько дней напишите когда ему станет лучше он конечно же как все мужики особо в это не верил но поскольку ему дали мой номер он написал я ему сказала что надо ему начитать находясь там я этому человеку поставила и защиту конечно он живой здоровый вернется и он сегодня мне я вижу пропущенный звонок я говорю я видела звонок от вас напишите пожалуйста я на звонки не отвечаю нет времени он написал сын невероятным образом пошел на поправку спасибо вам огромное я говорю через три дня уже полностью уйдет и тогда дайте знать он пишет так точно но я сказала что он тоже вернется живым он говорит вот со мной это сложно я на первой линии я говорю не важно на какой вы линии для сил ничего невозможного нет и он сказал выживу напишу я говорю выживите и напишите и напишет даже сомнений нет но я к чему вот ведьма она портал я могла бы дать этот заговор и они бы начитали но это бы так не помогло не помогло так как может помочь если именно напрямую к человеку обращаетесь напишите мне и они будут наказаны и душа вашего сына обретет покой я вам помогу просто напишите я надеюсь что никто не будет спекулировать этой темой я делаю это всегда даром и ребенку тоже помогаю даром и защиту нашим воинам ставлю даром так что пожалуйста не хавкайте кто хочет на меня хавкнуть пойдемте далее здравствуйте Яна примите пожалуйста вопрос о душах если умирает один из близнецов как это отражается на оставшейся жизни между ними существует очень мощная взаимосвязь что нужно делать чтобы избежать опасности при неблагоприятном влиянии неблагоприятного влияния нет один у другого не крадет ни душу ни судьбу но они друг друга очень сильно чувствуют и когда один из близнецов умирает у другого просто полное опустошение очень долгое время кто-то скажет ну это у всех людей когда любимый умирает согласна но у них особенная связь они чувствуют друг друга они даже чувствуют я не помню кто там сказал две сестренки она говорит я позвонила домой ночью мне такая боль началась что я не могу она знала что сестра беременна вот-вот родит и она говорит я звоню маме говорю мам я не знаю как там Лена но я сейчас точно рожу вот до такой степени они могут чувствовать поэтому сестры-близнецы иногда выходят за братьев-близнецов настолько у них одинаковые даже вкусы по отношению к мужчинам бывают исключения но очень редкие у них своя душа своя судьба у каждого из них но поскольку они между собой очень связаны поскольку они там друг другу помогали в чреве матери они были вместе ну как помогали то есть это взаимопомощь они чувствовали друг друга они своим присутствием друг другу успокаивали друг друга ну подсознательно естественно то они всю жизнь друг друга чувствуют даже если это не однояйцевые близнецы а двойняшки и у них тоже такое бывает такая очень сильная связь один у другого судьбу не крадет единственное могут быть исключения если одна сестра умерла и вторая себя выдает за нее одевает одевает ее вещи делает прически может перенять на себя вот очень много нехорошего именно из ее судьбы даже если они не двойняшки вот приведу вам пример вот эта сестра Жанны Фриски я не знаю по-моему они не близнецы она старше но они очень сильно внешне похожи хотя Жанна была более талантлива это нет но что она делает она одевает ее вещи она выступает в них она сделала ее прическу она стала ее двойником по сути она крадет славу сестры ее приветствуют не потому что она сестра Жанны Фриски а потому что она похожа на нее очень сильно в понимании в голове человека это та же самая Жанна практически потому что ее любили и молодая была актриса ну актриса была и артистка и не скажу что я очень поклонница ее творчества была но мне как человека ее конечно жалко она могла бы еще пожить вот такие моменты бывают но они настолько разные люди и близнецы и двойняшки и похожи друг на друга сестры или братья они совершенно разные люди внутри бывали случаи когда знаете например муж погиб и она встречает очень похожего на него человека влюбляется в него даже замуж за него выходит потому что он один в один просто капля как две капли воды похож на ее мужа но потом разводится разочаровывается потому что схожесть она не удовлетворяет вот эту внутреннюю душевную потребность понимаете человек может быть очень похож но это совершенно другая личность и так Добрый день, Яна. Спасибо большое, Инги, за возможность задать вопрос про душу. Хотелось бы узнать. У моей сестры 13 лет назад умер сын, прожив всего 3 дня. После этого, когда мы приезжаем на кладбище, она слышит его голос и может общаться с ним. У нее ей рассказывают, что там играет в футбол, говорит, что бабушка все время грустная, много всего. То есть идет безмолвный диалог. Как такое возможно? Спасибо, что вы для нас делаете их и так далее, и так далее. Я вам рекомендую показать вашу сестру психиатру. Это голоса, которые появились у нее в голове из-за стресса. Не может он там быть на кладбище и не может он говорить с ней. Иногда очень злобный дух может выдать себя за умершего человека и вести в заблуждение. Такое есть. Чтобы понять и осознать, кто с тобой разговаривает, надо быть профессионалом. Знаете такое выражение? Без попутал. Вот они тоже могут путать. Среди них тоже есть как нейтральные к человеку сущности, так и те, которые очень заинтересованы. И кто-то спросит, а зачем им это надо? Объяснение очень простое. Каждый раз, когда кто-то говорит с вами от имени ушедшего родственника, любимого вами, тем более сына, вы расстраиваетесь. Вы излучаете энергию боли. Вот этой энергией они и питаются. И поэтому они себя выдают за ушедшего человека. Это не сын ее разговаривает. Это совершенно иная сущность. И нужно отсечь эту сущность. Если она захочет, напишет, я ей помогу. Скажу, что ей делать. Если не захочет, тогда это может закончиться психиатрией. Не бывает активной души 13 лет, тем более таких маленьких детей. Добрый день, Яна. Меня зовут Виктория. Я пишу вам по поводу прямого эфира вопросы о душе и прочее. Хотелось бы спросить вот о чем. Моя мама умерла полтора года назад. В это время она мне часто... А за это время она мне часто снится. Бывает, просто стоит рядом. Бывает, что-то говорит. Два раза снилась и предупредила, что мой свекор и свекровь скоро помрут. Так и случилось в течение полугода. Один за другим. После смерти моей мамы первый год пошла и... в первый год пришла и мне... А, рассказала о том, что там все свои, у нее есть работа. Я частенько с ней говорила, вы даже не представляете, сказала, что нет там ни рая, ни ада, только вечность, темнота, но не страшно. Я спросила ее, а Бог есть? Она сказала, да. Тогда я спросила, какой он, видела ли она его. Она очень резко мне ответила, кто я такая, чтобы он мне показывался. Не видела, но слышала его голос. Я спросила, что он сказал ей. Она ответила, проходи. Потом я стала спрашивать, какая у нее там работа. Она стала уходить от меня. Не сказала. Потом снилась еще пару раз и опять пыталась спросить за ее работу. Как только задают этот вопрос, она уходит в вопрос. Хочу задать уважаемой Инге, о какой работе говорит моя покойная мама. Что она имеет в виду и почему не отвечает на этот вопрос и уходит. И второй вопрос. Помянули маму, похоронили, как она хотела. Снилась она мне часто. Может ли это быть кто-то другой, просто в облике моей мамы, чтобы я не боялась и не испугалась. Нет, не может быть. В облике вашей мамы может прийти призрак. Это возможно. Если пришел призрак в обличии вашей матери и после этого что-то случилось, можно сделать вывод, что это кто-то был в обличии мамы. Но во снах приходят наши родственники. Во снах приходят только они и больше никто в их обличии. Далее. Что это за работа? Она не говорит, потому что ей нельзя это говорить. Вот это ее работа, это быть берегиней. Ваша, еще чей-то. Прийти, предупреждать, что-то говорить. Почему она вам говорит, что там темнота и не страшно? Потому что там очень много миров и каждый попадает в свой мир. Они всего лишь души людей. Они не боги. Они не могут весь потусторонний мир знать и видеть. Они после смерти не становятся как божества все знающие. Они узнают очень многое. Очень многое открывается. То, что в их подсознании было закрыто. Им открывается. Да, они понимают, что такое жизнь и смерть. Они понимают, что такое вечность и прочее. Но это не говорит о том, что они все знают. И поэтому она все, что знает, то и говорит. Все, что она видит, это ее мир. В ее мире вот так. Она там находится. Может, пока там находится. Может, навечно там останется. Но она вам описывает тот слой, в котором она осталась. Что касается Бога. Это абсолют. То есть его, да, его никто не видел и не увидит. Тот самый абсолют. Его могут изображать по-разному. Его могут очеловечивать для того, чтобы суметь принять. Потому что наш мозг, он так создан, материален он. И мы должны видеть своего Бога. Мы должны видеть его храм. Мы должны видеть его... Но если не изображение, то свидетельство о нем... Нам так надо, нам необходимо. Мы люди, мы так созданы. Тот самый Бог нас такими создал. Но именно какой он есть, добрый дедушка ли, или темный туман, или безликое какое-то существо. Или вишну, сзади которого та самая кобра стоит, вечность. Или как Зевс с кромами молнии в руках. Он может выглядеть вот и так, и так, и так. Для нас. Он может прийти, показаться таким, каким мы сможем его принять и понять, и увидеть. Каким наша психика выдержит его видеть. Но это и есть тот самый абсолют, который невозможно охватить, понять, но его можно только принять, почувствовать. Вот поэтому она и не хочет вам ответить на вопросы. Кроме того, чем больше задаешь вопросов, как говорят, много узнаешь, рано постареешь. Это не просто так сказано. Чем больше узнаешь, тем больше ответственности за ту информацию, которую тебе дали. Вот она и не отвечает вам. Но это ваша мать. На сегодня достаточно, друзья мои. Я уже вначале сказала, как вы можете отправлять свои мистические истории и не только внимательно прослушайте, только, пожалуйста, и не пишите в выходные дни и после 10 вечера. Потому что в это время не то, что она отдыхает, просто она работает. Работает над книгой, она работает у нее очень много дел. В эти дни хотя бы она может заняться этими нужными делами. Всем удачи, всех благ. И вот эту рубрику у колдуна Еремы мы с вами продолжим. субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,